Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» со 2 по 8 мая 2022 года. Седмица 2 по Пасхе. В эти дни православные христиане чтят память Блаженной Матроны Московской. Святителя Николая Велимировича, епископа Охридского-Ижичского, преподобной Сморагды Нежинской, великомученика Георгия Победоносца, святых Жен Мироносец, апостола и евангелиста Марка. Также на этой седмице совершается поминовение усопших сродников, молитвенно воспоминается Иверская икона Божьей Матери. В понедельник 2 мая православные христиане молитвенно воспоминают Блаженную Матрону Московскую. Она родилась в 1881 году в селе Тульской губернии и была пятым ребенком в семье. В то время в условиях крайней нужды детей отдавали в приюты, так хотели поступить и с Матронушкой. Однажды во сне ее мать увидела белую птицу с человеческим лицом и закрытыми глазами. Приняв сон как знак Божий, родители решили оставить ребенка в семье. Девочка родилась слепой, у нее совсем не было глаз. Впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у белой птицы, что видела ее мать во сне. Господь дал Матроне духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, снимала с полки иконы, ложила их на стол и в ночной тишине играла с ними. В 17 лет Матрона лишилась возможности ходить, у нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала на духовную причину болезни. До конца дней своих она была сидячей. Матрона никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. В дом к святой непрестанно шли люди, которые получали исцеление и утешение в скорбях. В 1925 году Блаженная Матрона переехала в Москву. Там у святой не было постоянного места жительства, она скиталась из дома в дом. Иногда спешно переезжала за несколько часов до прихода милиции, тем самым спасая себя и хозяев от репрессий. Она продолжала принимать приходивших страждущих. Все делала бескорыстно, никогда ни с кого не беря денег. А ночью матушка вместо сна подвязалась в непрестанной молитве, лишь изредка засыпая, сидя. Господь открыл своей угоднице дату кончины. Святая Матронушка до последних дней жизни исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Отошла ко Господу 2 мая 1952 года. Изначально она была похоронена на Даниловском кладбище столицы, которое стало местом паломничества тысяч верующих. 8 марта 1998 года ее мощи были перенесены в Московский Данилов монастырь, а затем в столичный Покровский монастырь. Во вторник, 3 мая, на 9 день после Пасхи, православные христиане отмечают Радоницу, день особого поминовения усопших, и молятся об упокоении близких и сродников, посещают места захоронения. Победа над смертью, которую одержал Христос своим воскресением, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. В этот день мы молимся. Со святыми упокои Христе души раб твоих, и держи не из болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Молитва за усопших отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами церкви, основанной на земле Господом Иисусом Христом, который не есть Бог мертвых, но Бог живых. Так и сегодня мы приходим в Храм Божий, чтобы вознести молитвы о усопших сродниках и поделиться с ними общей радостью о воскресшем Спасителе, отчего этот день и называется Радоницей. Сам Господь, сошедший в ад к умершим и проповедовавший им свою победу над смертью, возвестил им эту радость. Святая Церковь приглашает нас вспомнить умерших своих родных в молитвах и попросить Господа о прощении согрешений и вселении их в светлые небесные обители. Также в этот день церковь вспоминает святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского. Он родился в 1880 году в горном селе Лелищ в Западной Сербии. Получив духовное образование, в 28 лет защитил докторскую работу. Началась Первая мировая война. После принятия монашеского пострига с именем Николай, он выехал на боевые позиции, чтобы исповедовать и причащать солдат. Своё жалование до конца войны перечислял на нужды раненых. В 1919 году Святейший Архиерейский Собор Королевства Сербии избрал отца Николая епископом Жичским. Однако вскоре после Хиротонии в 1920 году по его собственной просьбе епископа Николая направили в Охрид колыбель славянской духовности, культуры и письменности. Молодой, блестяще образованный епископ начал своё архипастерское служение. Часто владыка выезжал в отдалённые концы епархии, встречался с верующими, основывал сиротские дома, помогал восстановлению разрушенных войной храмов и монастырей. В это время были созданы его лучшие книги. Охридский пролог и миссионерские письма были и остались духовной пищей для всех жаждущих истины боголюбивых душ. Во Вторую мировую войну святитель Николай был заключён в концлагере Дахау. После освобождения в мае 1945 года епископ находился в Америке. Там он продолжал служить и работал над новыми книгами, отправлял помощь в разрушенную войну и Сербию. В то время его литературные труды на родине были запрещены, а сам он был назван сторонником оккупантов. Последние дни владыки прошли в русском монастыре Святого Тихона в южном Ханаане, штата Пенсильвания, где 18 марта 1956 года он мирно отошёл ко Господу. Смерть застала его за молитвой. Мощи праведника были перенесены в его родную деревню Лелич только в 1991 году. В этот же день православные христиане празднуют прославление преподобной Смарагды Нежинской в миру Иулиании Авраамовны Онищенко. Она родилась 2 января 1858 года в селе Черниговской губернии. Из-за крайней бедности в шестилетнем возрасте мать увезла её в училище для девочек-сирот при Увиденском девичьем монастыре города Нежина. Там она приняла монашеский пострих, а со временем стала игуменей этой обители. Когда к власти пришли большевики, обитель закрыли. Святая не раз была арестована за антисоветскую агитацию. Её подвергали допросам, избиению и заключению. Но Господь хранил свою избранницу. Во время Великой Отечественной войны Игумения Смарагда вернулась с сёстрами в разрушенную обитель. Осенью 1941 года был открыт Введенский собор и возобновились регулярные богослужения. В то время в обители было около 80 сестёр. В сентябре 1943 года Введенский монастырь был вновь закрыт. На этот раз Игумения была вынуждена переехать в Чернигов. Матушка поселилась неподалёку от Троицы Ильинской женской обители. В беседах с сёстрами святая говорила, что наступит время, когда монастыри и храмы откроют, а её останки будут покоиться в родном городе Нежине. Скончалась преподобная 10 января 1945 года. Предвидя свою близкую кончину, просила похоронить на монастырском кладбище, но чтобы гроб закапывали неглубоко, поскольку придётся её дважды переносить. Пророчество старицы сбылось. В 1969 году на месте монастырского кладбища был устроен парк, и гроб праведницы перенесли на новое кладбище. В ноябре 2011 года состоялось перезахоронение честных останков святой на территорию Нежинского Введенского женского монастыря. В мае 2014 года в этой обители состоялось прославление в лике святых преподобной исповедницы Смарагды. Её мощи ныне покоятся в обители. В пятницу 6 мая православные христиане чтят память великомученика Георгия Победоносца. Он был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих своим умом, храбростью и физической силой. Получив звание тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Правитель был приверженцем римских богов и решил возродить в Римской империи отмирающее язычество, а всех христиан заключать в темнице и предавать мучениям. Георгий, узнав о приказе императора, раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов и явился к Диоклетиану. Святой объявил себя христианином, обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиан опечалился, что лучшие из его воинов исповедуют Христа и стал уговаривать его изменить свое решение, но Георгий был непреклонен. Тогда правитель приказал мучить святого, пока тот не принесет жертву богам. Истязатели начали изощряться в жестокости. Они били его воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Георгий все терпеливо переносил и просил Бога, чтобы тот простил мучителей и укрепил его в вере. В последнюю ночь воин Христов усердно молился, а когда задремал, увидел Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал, «Не бойся, но дерзай, исподобишься царствовать со мною». Утром Диоклетиан приказал привезти святого Георгия в храм Аполлона и в последний раз стал убеждать принести жертвы идолам. Святой еще раз доказал бессилие языческих богов и поверх всех истуканов на землю. В страхе император приказал отрубить мечом голову Георгию. Так святой страдалец ушел ко Христу в Некомедии в 303 году. Его мощи положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя. Глава же его хранилась в Риме. В этот день в скиту Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Долина престольный праздник. По традиции, по окончании богослужения, совершается молебен и крестный ход вокруг Свято-Георгиевского скита. В этот день совершается празднование Иверской иконы Божьей Матери. История почитания образа на Руси начинается в первые годы царствования Алексея Михайловича Романова, когда в Москву за сбором пожертвований на обители Святой Горы прибыл игумен Афонского Иверского монастыря Архимандрит Пахомий. Наслышанный о чудотворной Иверской иконе, именуемой Вратарница, Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий всероссийский патриарх, обратился к святогорцу с просьбой даровать святыню Московскому царству. Зная, что без воли Царицы Небесной Вратарница не покинет свою обитель, гость обещал сделать для российского государя ее точный список. В октябре 1648 года список Иверской иконы был доставлен в Москву святогорскими иноками. Навстречу образу Богоматери к Воскресенским воротам Китая-города вышла торжественная процессия во главе с государем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом. После революции 1917 года святыню вместе с другими реликвиями и ценностями перенесли в фонд филиала Государственного исторического музея, организованного в стенах Новодевичьего монастыря. В 1994 году в обители возродилась монашеская жизнь, икона продолжала храниться в музее и несколько раз передавалась в храм для поклонения. Только в мае 2012 года чтимый образ был возвращен в Московский Новодевичий монастырь, где и находится до наших дней. Восьмого мая в неделю третью по Пасхе церковь прославляет подвиг святых жен-мироносец. Мироносицами называют женщин, которые в ночь Воскресения Христова спешили ко гробу Господню с миром в руках. Они хотели по своему обычаю возлить благовонные ароматы на бездыханное тело своего Божественного Учителя. Именно они узнали первыми о воскресении Иисуса Христа. Их не страшила угроза встретить у гробницы стражу. Не остановило и понимание того, что им не по силам отвалить от входа в гробницу огромный камень. Они пошли, движимые любовью. Самые известные из них – Мария Магдалина, Иоанна, Мария Клеопова, сестры Марфа и Мария, Соломея. Как свидетельствует апостол и евангелист Матфей, когда женщины пришли к гробнице, сделалось землетрясение. Ангел Господень сошел на землю и отвалил камень. На вид ангел был, как молния, и одежда его бела, как снег. Стражники так устрашились его, что пали без чувств. Ангел же возвестил пришедшим женщинам радостную весть о том, что Господь воскрес из мертвых, и в гробнице его уже нет. Память о женщинах, бесстрашно пришедших к гробнице Христа, осталась в веках. Святая Церковь почитает проповеднические труды святых жен Мироносец и предлагает их подвиг как пример всем христианам для подражания в силе веры, стойкости и мужестве. Также в этот день православные христиане прославляют апостола и евангелиста Марка. Он происходил из священнического рода и приходился племянником апостолу Варнаве. Был из числа 70 учеников Господа и, следовательно, сам являлся свидетелем-очевидцем некоторых событий из жизни Иисуса Христа. Сохранилось древнее предание, что Марком был упомянутый в Евангелии юноша, который в ночь отдания спасителя на смерть в Гефсиманском саду следовал за Христом, обернувшись покрывалом. Будучи схваченный воинами, он оставил покрывало в их руках и ногой бежал от них. Мать евангелиста Марка, Мария, имела в Иерусалиме дом, где нашел пристанище апостол Петр после чудесного изведения из темницы ангела. Со временем этот дом стал местом молитвенных собраний и приютом для некоторых апостолов, с которыми Марк постоянно общался. С апостолом Петром он был особенно близок. Петр называл его своим сыном. Евангелист Марк стал первым епископом Александрийской церкви и первым мучеником за веру. Язычники убили апостола и хотели сжечь его тело. Но когда развели костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Мучители в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого и погребли в каменной гробнице. В 310 году над мощами апостола Марка была построена церковь, а в 820 году, когда Египет был захвачен мусульманами, мощи святого перенесли в Венецию и поставили в храме его имени. Там они находятся и по сей день. Подписывайтесь на YouTube канал Светогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Светоуспенской Светогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok